Я сказал, нет, мы будем продавать классный продукт, да, это будет дороже, но давайте учиться продавать. Вот давай попробуем поговорим вот об этих деталях розницы, которые критически важны сейчас. Что важно в ритейле? Ощущение покупателя, ощущение. Уставление правильного света в холодильнике с рыбой дает прирост плюс 12%. У нас, по сути, в лексиконе нет двух слов. Это конкурент и проблема. А я думаю, что ритейл сильно не поменяется. Я вижу, что на самом деле ценность сейчас – это знание и умение управлять этими знаниями. Всем привет! Это True Business Stories, мой авторский подкаст. Меня зовут Долгов Александр, я предприниматель. И в гостях у меня замечательный человек, о бизнесе которого я знал с 2008 года. В моих глазах, когда я жил в Екатеринбурге, этот бизнес вырос, он стал большим. И так как я нахожусь в рынке франчайзинга, не наблюдать за такой компанией просто нельзя. Одни из самых крутых ребят в рынке России с точки зрения товарного франчайзинга. Это очень открытые, интересные и честные ребята. И сегодня мы говорим с одним из основателей этой компании. Это несколько компаний входит, но он все подробно расскажет. Это Кирилл Кузьминский. И компания «Пивко», и бренд «Пивзавоз», и еще «Арамильская» «Бойлерная» или «Бройлерная», и еще куча-куча всего. Но это мы спросим у Кирилла. Кирилл, привет! Привет, Саша! Давай, как этот, знаешь, как «Элевейтор Пич», говорят, да, там, за 30 секунд расскажи. Вот если кто-то сейчас тебя не знает, он такой включает наш подкаст и говорит, Кирилл, Кузьминский, «Пивко» — это кто? Вы очень крутые на Урале, но, допустим, я сейчас сижу в Хабаровске или где-нибудь там, не знаю, в Калининграде, и, возможно, по каким-то причинам вас не видел, да? Если кратко расскажи, «Пивко» или «Не пивко», как правильно назвать ваш бренд, что это сейчас? Наш бренд «Пивко». «Пивко». Если говорить о сегодняшней компании, то у нас несколько направлений. Значит, вот основным таким флагманом и самым ярким проектом, это, конечно, является наша сеть пивных магазинов, сеть «Пивко». Раньше мы назывались сеть магазинов разливного пива, сейчас это уже пивной магазин, потому что у нас там богатая ассортиментная матрица, мы выпускаем много собственных товаров под собственной торговой маркой, то есть мы работаем там с десятками производителей и развиваемся в основном по франшизе. Ну, то есть вот наша сеть – это франшизная история. 500, что-то там. Ну, 570 плюс. Ввиду того, что на сегодняшний день нашим целевым темпом является открытие магазина раз в два дня, поэтому, ну, на момент, да, на момент. Здесь мы ставим, сколько будем монтировать, да, и как бы будет счетчик постоянно идти, да, пока мы монтируем подкаст. Прикольно. Ну, обычно открываются в пятницу магазины, то есть мы стараемся в пятнице, сегодня в пятницу, потому что я думаю, что можно по-часовую такую включать. Круто. Открылся, открылся. Дальше у нас мы продавали много пива, в основном пиво разливное, компания росла, развивалась, и мы осознали, что нам нужна компетенция пивоварения, да, вот компетенция пивовара, чтобы понимать продукт досконально, четко. Начали искать классных пивоваров, принимать все в штат на должность менеджеров по контрактам и качеству, чтобы вот заключать контракты классные. И выяснили, что, к сожалению, пивовар без пивоварни не водится, это как классный повар без кухни, и собрали свою пивоварню, она небольшая на сегодняшний день, это больше как лаборатория, то есть мы отвариваем там сорта, а потом ставим с очень серьезными нашими многолетними партнерами на заводах именно эту сортовку с под контролем нашей пивоварни, полностью всей технологической цепочки, начиная от ингредиентов, солода, хмеля и дрожжей, заканчивая процедурой отборожения, отгрузки и контроля логистики на всех этапах. Вот такая компетенция интеллектуальная, которую мы транслируем, позволяет нам, я горжусь нашим продуктом, вот аромильская бойлерная. Есть еще у меня... Бойлерная, да? Да, аромильская бойлерная пивоварня, значит, ну бойлерная, имеется в виду вот такой танк, потому что есть еще и проект, когда мы пивовозом привозим пиво в точку, там стоит танк, и вот продажи с танка идут прямо, то есть по сути свежее не бывает, но не во всех магазинах, это такая местечковая история, там есть сложности с логистикой. Также в компании мы когда-то научились делать классный лимонад, не могли купить на рынке. Кирилл, ты сейчас говорил о том, что вот в группу компаний входит пивко в 570 магазинов с чем-то там, потом посмотрим производство самого пива непосредственно, да, и дистрибьюторская компания, которая вот обеспечивает... Но дистрибьюторская компания, да, я еще хочу сказать, что интересная история, всем же интересно, как создаются бизнесы, откуда они рождаются. На самом деле все от болей. Хотели, построили первых 10 магазинов, и у нас была такая идея, потому что приходит папа, покупает пиво, покупает маме, у них же есть дети, надо классный вкусный лимонад. И мы давай искать классный вкусный лимонад, и сталкиваемся с такой ситуацией, что, к удивлению, действительно классного лимонада на натуральном сахаре купить невозможно в кеге. Потому что все экономят косты и варят его на аспортаме, то есть это сахарозаменитель. Что там в разы дешевле по себестоимости. И отсюда приходит идея, давайте соберем производство, давайте сделаем самый классный вкусный лимонад. То есть мы как-то всегда думали о том, чтобы у нас были только такие уникальные продукты, которые просто нигде не купить. Но вот это было прямо с первого дня. Но так у нас появилось лимонадное производство, работает до сих пор. И я искренне радуюсь, когда мои друзья говорят, что, слушай, ну вот вы знаете, я пиво пью редко, а вот за лимонадом мы заезжаем буквально день через день, и это прямо греет душу. Та же самая история была с сухарями. То есть такой популярный продукт, как закускать пиво, сухари на развес. И покупая там, где-то нам приходилось привозить их из Новосибирска, даже из Владивостока, вот сухарь, казалось бы. Мы решили, думаем, сделаем сами, будем производить сами. Начали производить сухари. И к своему удивлению, кстати, два года изучали эту историю про хлеб. К своему удивлению обнаружили, что, несмотря на то, что у нас, я могу назвать неточную цифру, но более, мне кажется, там 25 заводов хлебных находятся только в Свердловской области. То есть это всякого разного уровня. И работая там, поработав с 10 из них, мы осознали, что вот этот разбег по качеству, по ТУ, он такой, что ты не можешь, и так колеблит качество, что ты не можешь сделать классный сухарь, как бы из хлеба, который сегодня вот один, а завтра другой. И мы вынуждены были поставить свои пекарни, они сейчас работают, пекут хлеб для нашего сухаря. То есть это настоящий классный хлеб, который мы печем специально по технологии под сухари, он проходит классную технологию. И так родился, в общем-то, завод снековой продукции Эвертон, который сейчас развивается, которым управляет мой партнер. И уже идут существенные успехи. Мы поставляем во вкусы, чем очень гордимся. Сухарики. Мы поставляем и сухарики, мы поставляем кранки. Это такой, как финкрипс, тостики. Тостики такие. Но только финкрипс, он делается из эмульсии. Я там не сильно в технологии сейчас могу грузиться. А кранки прям... Вот у меня у партнера, у Игоря была идея сделать хлебный чипс из хлеба. И, в общем-то, получилось и очень вкусно. Ну и вот так. То есть в группу компаний входит несколько производственных площадок. То есть мы давно... Пиво, хлебцы, еще что? Пиво, хлебцы, сухари, арахис, всякий разный вкусовой. Потом у нас же есть хорийная история. Это пиццерии, которые собраны по определенной технологии. Там есть производство полуфабрикатов. Сюда есть и небольшая фабрика кухни. То есть и еще лимонады без алкоголка. Лимонады, там вода. То есть такая разнообразная пищевая история. У нас внутри компании есть достаточно высокая компетенция по производству продуктов. Прикольно. Производство, дистрибьюция, магазины. Да. Еще и пиццерии. Да. Вопрос, который я не могу не задать. Сколько Кирилл пьет пиво в день? В день? Не скажу. В неделю. У нас есть такая история, которой все сначала радуются, а потом как-то превращается в работу. У нас каждый четверг дегустации. Поэтому хочешь не хочешь, но надо пить. Если говорить про попить пиво, вообще изначально до занятия пивным бизнесом я пиво не пил вообще. Вообще? Этим занимался мой друг-партнер. Когда мы начинали этот бизнес, он пришел ко мне, мы работали в услугах, занимались риэлторской деятельностью. В общем-то были достаточно успешны. Пришел и говорит, слушай, вот рынок что-то 2008 год, кризис встал, давай пойдем новая тема заниматься пивом. Потому что, и он мне честно признался, говорит, вот Кирилл, если я в чем-то еще и понимаю, то это в пиве. Потому что он его пил и пьет достаточно много. Но, конечно же, занимаясь этим бизнесом, ты не можешь свой продукт не знать. А в конечном итоге, когда я был на 70% заводов пивоаренных нашей страны, и на многих заводах за границей, я понимаю все технологии на сегодня. И статус пива в моих глазах так вырос, что я его потребляю периодически с большим удовольствием. Слушай, смотри, а вот этот баланс, который всегда предприниматель должен поддерживать, он же очень интересный, я всегда о нем думаю и рефлексирую. Когда ты пытаешься примерить на себе, и ты молодой предприниматель, вы там занимаетесь, вы думаете о том, что надо делать дешевое пиво, потому что его будет покупать много. Когда ты начинаешь расти, ты начинаешь много думать о качестве продукта, о чем-то еще. И вот этот ползунок баланса, который мы все понимаем, он очень сложный найти. Между доступностью продукта, чтобы он мог позволить купить массовый рынок, и качественного продукта. Вот у вас, лично у тебя, вот этот ползунок сейчас в какой части? То есть вы насколько... Ну не может быть самое качественное, оно максимально доступно. Ну чудес же не бывает, мы это все понимаем. Вот как вы к этому подходите? Вот вы в каком сегменте с точки зрения производства продукта? Кто вот ваш клиент? Как вы думаете? Или надо вы несколько сортов выпускать? Вот вся история, если говорить про нас. Мы когда были и мелкими предпринимателями, у нас классное партнерство с моим товарищем, другом и компаньоном по бизнесу. Мы сошлись на определенных там общих чертах. Это там и стремление к лучшей жизни, и стремление к самореализации. И самое главное, мы перфекционисты оба. Если говорить, когда мы садились, нет, мы не хотели продавать дешево много пива. Мы хотели продавать классное пиво. Мы всегда хотели продавать лучшее. То есть мы всегда хотели сделать что-то лучшее, этим гордиться и это отдавать. Поэтому родился лучшие сухари, потому что и лучший хлеб для них. Поэтому лучший лимонад и производство. Поэтому и пиво мы всегда искали лучшее. И если говорить, как стала наша дистрибуционная компания, которую непосредственно курировал я. То есть если говорить про проект Пивко, то франшизу начинал я в 2015 году, но нашими магазинами, которые мы в последующем продали в нашем франчайзе, значит, то нашими магазинами управлял Игорь. А я занимался оптом. И вот в оптовой компании там был такой дикий рынок, и все там друг друга демпинговали. А я сказал, нет, мы будем продавать классный продукт, мы будем продавать самые лучшие сорта, соберем самые лучшие заводы с самым лучшим качеством. Да, это будет дороже, но давайте учиться продавать. Давайте учиться убеждать наших партнеров. И как выяснилось потом, если говорить, на начало оптовой нашей компании в Уральском регионе было порядка, ну, скажем, в Росвязовскую область 10-15 оптовых компаний, которые как-то образовались. Если говорить про сегодняшний день, то у нас доминирующая компания, правда, рынок сужается в последние годы ввиду уплотнения конкуренции ритейла, но как факт. И там даже в годы расцвета рынка их было всего три, и мы были доминирующие. То есть вот эта стратегия, когда ты продаешь лучшее, но продаешь... Очень прикольный вопрос, когда ты говоришь, знаешь, я общаюсь много с предпринимателями, да, и предприниматели, вот франшизные сети, это очень часто возникает, когда ты как будто бы конкурируешь сам с собой. Например, вот франшизи говорит, вот вы открылись здесь, да, а вы возьмете... То есть ты понимаешь, что такое ценность уплотнения точек, да, узнаваемость бренда, бренд-эверн, насколько это важно из покрытия, да, доступности продукта. Но какой-то франшизи говорит, блин, вот вы через дорогу магазин другого франшизи открыли, и мы с ним конкуренты, да, он начинает воспринимать своего партнера к конкуренту. А вот когда ты работаешь в опте, это же вообще... Ну, то есть, получается, ты поставляешь продукт своему магазину, который есть под твоим брендом, и через дорогу такой же продукт ты вынужден продавать конкуренту, и давай ему такой же продукт по качеству, да. Вот как тут договориться с собой, вот как вот ты в эти переговоры достаточно сложно с тобой вступаешь, ведь, ну, как будто бы ты сам себе тяжелее работать или нет? Или ты как бы... Вот есть мышление такое, что ты рынок росишь среди потребителей, да, что мы даем больше хорошего продукта, а вот, ну, а дальше пусть конкурируют брендом или чем-то еще, сервисом, не знаю. Что ты об этом думаешь, когда надо было поставлять и конкуренту через дорогу, и себе, вот. И там еще есть следующий вопрос, сразу подвохом, просуждая на тему. А когда ты видишь, что конкурент качает вот в этой точке, огромное же желание встать рядом, соответственно, и обратно забрать объем продаж вот какого-то человека на себя. Вот что ты об этом думаешь, о такой конкуренции? Смотри, давай начнем с базовых вот вещей каких-то. У нас же подкаст, мы же про человека, про Кирилла Кузьминского. Я про это и говорю, потому что как ты внутри с тобой договорился? Значит, смотри, не приходится договориться, если ты нормальный, порядочный, честный человек, не приходится. Ты поступай по совести, а по совести там все очень просто. Первый момент, ну, это такие общие слова, а вот что делать? Первый момент, слово конкурент я вообще начал воспринимать только, ну, и в своей жизни, и как-то в обиходе своей компании, ну, как-то недавно. И вот если мы садимся и общаемся в нашей команде, у нас, по сути, в лексиконе нет двух слов. Это конкурент и проблема. Круто. Их просто у нас нет. И вот эта вот история, что давайте, ну, есть маркетинговая история, да, вот давайте выявим всех конкурентов, подумаем, где наши плюсы, где наши минусы, и подумаем, как сделать, значит, клиенту, что мы лучше. Ну, вот мы с тобой за столом сидим, мы с тобой, по сути, конкуренты. Я продаю франшизу, ты продаешь франшизу, ты продаешь больше франшиз. Ну, я знаю о том, что, значит, сколько мы с тобой продали, ты там 600 точек, там 600 плюс, я там 500 плюс точек, ну, вот есть на двоих тысяча точек. А сколько не раскрывшихся предпринимателей, вообще молодых или там немолодых, или вот людей, которые работали по найму, состоялись, сколько не отмасштабирующихся предпринимателей в России? Да их миллионы. И вот мы с тобой, какие мы с тобой конкуренты? Да мы можем с тобой еще в 10 раз отмасштабироваться, ну, в два как минимум, при этом просто развивая рынок, помогая людям строить и так далее. Какие мы конкуренты? И то же самое и на пивном рынке. То есть для меня каждый человек, с которым я работаю, он партнер. И у меня в структуре, это тоже такая классная штука, когда компания развивается, ты вынужден как-то структурировать вот те основные логики или посылы, которые в компании есть. Мы приглашали очень хорошего психолога, который оставила структуру ценностей и в Сберии помогала оставить, и в Газпроме. Значит, она, Анна Волобуева есть такая, очень классная, я могу прям рекомендовать. И она взяла, разложила и говорит, давай, я говорю, надо ценности компании прописать, транслировать. Она говорит, слушай, ценности, они расходятся от тебя, как брошенного камня по воде круги. Давай с тобой сядем и померяем твои ценности. И оказалось, что у меня лично, как у личности, превалирующая ценность – это забота. То есть для меня, как для просто человека, самая важная в жизни – забота. А вторая ценность – это безопасность. То есть для меня забота, безопасность того, о ком я забочусь – это самая важная штука. И понимая, что каждый вот партнер, и да, мы всегда искали компромиссы. И в какие-то регионы, или в какие-то города, вот сейчас только мы в Красноуфимске приняли решение открывать два магазина, спустя 13 лет после образования компании, потому что там был достаточно сильный партнер, у которого были актуальные магазины, и мы не теряли в продажах на круг. Я понял. Слушай, ну, хорошо. Ну вот смотри, понимаешь, я прекрасно слышу тебя, и так происходит в компаниях. То есть я помню, вот есть интересная история, не знаю, знаком ты или нет. Есть из Новосибирска такая компания, которая очень быстро начала расти. И вот я сейчас сижу, пью кофе. И компания Travelers основала там Кристофер Таро Браун, и он шел с философией, что в кофейне не может быть как бы пельменей, ну, соответственно, да, пива, и курить нельзя, соответственно. И он открывал это очень давно, и все-таки говорит, что за бред, как, ну, типа, сел там, вот, сигареты, как бы, ну, пивка выпил, ну, что покрепче, как бы, и это коммерция, соответственно. И компания начала разваливаться, когда пришел коммерческий директор, который начал управлять ассортиментом и говорить, что, ну, типа, все с кофе понятно, да, но деньги, ну, как в алкоголе. Давайте добавим. Ну, вечером пусто, но надо добавить, потому что, ну, вот, не хватает, давайте добавим. И у них началось вот такое столкновение, потому что с точки зрения бизнеса, и тут ты начинаешь понять, а что ценнее, как бы, да, вот мой франчизи заработает на этом, как бы, да, но вот эти наши ценности о том, что у нас здесь нет алкоголя, да, но мы загрузим вечер, да, и вот этот баланс, он начинается между доходом и ценностью, он начинает теряться. И вот тут я понимаю, что у тебя же есть два отдела, да, соответственно, одному-то надо туда открыть франшизу, как бы, да, один-то у него цели, планы свои, а другой-то говорит, ну, вот тут у меня опт, и вот они сталкиваются, да, и они тебе как приходят, знаешь, вот у меня две дочки, да, вот я тоже двое детей, я знаю, у меня две дочки, и я себя чувствую очень странно, когда они дерутся, как бы, да, причем, когда кто-то, вот, не прав, не виноват, да, я понимаю, что драку надо прекратить, да, но они друг на друга начинают так жаловаться, как бы, да, и говорят, пап, это она, она говорит, нет, пап, это она. А, я такой, мне очень хочется сказать, вы тут, как бы, сами разберитесь, да, потому что, я же не могу сказать, что кто-то правее, а кто-то не правее, да, ну, то есть, вот тебя как в этом случае, когда, понятно, что ты принял такое решение, да, внутри с собой договорился, а отделы в компании? Значит, давай мы разделим вопрос на два отдельных блока. Давай. Первый – взаимоотношения людей в компании при возникновении конкуренции и конфликта интересов. А второй блок – как работать в этом случае на рынке. Первый, давай начнем со второго блока, потому что мы с тобой вот сейчас разговаривали про рынок. Давай. Моя цель – это, ну, меня сейчас закидают помидорами. Само по себе продукт пива, я не вижу в нем ничего плохого, вижу вот такое очень много хорошего. И это реально так. Я не вижу даже и в алкоголе, и там в спорте, и в медикаментах, потому что вот какое-то лекарство может быть допингом, да, там, а оно же может быть очень классным лекарством для лечения. Вопрос его использования. Довернемся к конкуренции. То есть, отдел говорит, надо, а другой отдел говорит, не надо. А вот теперь мы говорим про конечный продукт, заканчиваем блог. Мы всегда исходили из логики, как лучше будет продаваться разливное пиво в частности и пиво вообще на этой территории. Если там есть классный партнер, у которого есть там, ну, масса, там, любой бренд, там, карасик, пивные магазины, они у него чистые, красивые, администрированные, он классно продает, и он наш партнер, и мы поставляем ему хороший продукт, и он не пытается купить какое-то там, значит, производство как можно дешевле, что там, в общем-то, и пивом уже не назовешь, то мы всегда говорили, что нет, мы здесь не будем открывать магазин пивком, мы не будем мешать его бизнесу, мы находимся в нем компромисс, вот он работает, и все нормально. Если же мы видим, что точка стагнирует, ну, объективно, то, да, мы открывали магазин пивком. Сейчас ситуация меняется, сейчас ритейл настолько поднимается, вот 10 лет назад магнит, и сейчас магнит. Слушай, там колоссальная разница. Я был в магните в минеральных водах, мы приезжали в 2005 или 2006 году, я был, да, это было, ну, обнять и плакать, как бы, да. Хотя, знаешь, то ощущение, когда ты вышел, и очень хотелось хлоргексидином облиться, как бы, да, потому что очень сомнительное посещение было, и магниты сейчас, ну, и то он очень долго к этому шел, да, за счет дешевизны, да, и потом, мне кажется, пятерка, вот пятерочка рванула во фреш, как бы, да, в сегменты, стал открывать красивые магазины, такой, о, блин, круто, да, и она остальное потянула за собой. Ты такой начал, ну, понятие цивилизованного торговли появилось, да, то есть я сейчас хочу заходить в красивый магазин. И вот этот придомовой ритейл вырос, супермаркеты выросли, да, я считаю, что конкуренция стала огромной. Слушай, и, окей, то есть вот здесь вы договорились, да, а вот ты говоришь про ритейл, ты говоришь, вот, увеличится конкуренция в ритейле, да, и вы за счет этого, я так понимаю, сильно расширяете свой ассортимент. То есть вообще, ну, как бы, вот я смотрю на два бренда, которые качают такую историю, ну, около алкоголя, очень крупный челябинский бренд «Красное и Белое», который в России, ну, к сожалению, недружественно купили, как бы, да, я так или там, как купили, это, соответственно, забрали. Я не могу судить, это не утверждение. Да, да, да. Это расхожее мнение. Расхожее мнение. Очень, ну, как бы, прикольные ребята были, как бы, да, с темпом, каким-то космическим темпом роста, вот, но к тому, что у них в ассортименте, кроме алкоголя, появились такие товары-индикаторы, как бы, там, хлеб, яйца. Кто читал мою книгу, вот, я когда жил в Екатии, у меня был там сложный период, я писал о том, что я ходил в КБ каждый день, соответственно, у меня была проблема суммы на день, и у меня составляла следующее, это дешевая бутылка джина, яйца, соответственно, и один лаваш, соответственно, брал, вот такая была диета, как бы, на день, вот. Ну, я ходил в «Красное и Белое» каждый день, яйца, потому что они там дешевле всего, собственно, да, то есть я, как такой продукт. И у вас, я знаю, то есть вот я вижу там огромное количество СТМа, вот здесь стоит, то есть вы-то, на самом деле, вот, не совсем уже прорезное пиво, вы тоже как точка ритейла. Вот сейчас у тебя в доле продаж сколько занимает пиво, сколько занимают остальные марки, да, и какой ты видишь тренд вообще в ритейле в целом? Остальные марки занимают 75%. Погоди. 25% пива. Пиво всего 25%? Разливное. Потом еще процентов 12-13% это пиво бутылочное. Офигеть. То есть, как бы, давай, то есть получается, когда 25%, то есть пивко, это не магазин разливного пива. А мы сейчас, я с этого начал. Мы раньше были магазином разливного пива, а сейчас пивной магазин. А потом скоро пиво исчезнет, как бы, да, и останется в магазине? Не исчезнет, не исчезнет. Потому что здесь уже сложные истории маркетинговые и сегментирование покупателей. Я понял, понял. Вот есть покупатель, который хочет получать этот качественный продукт. Вот 75% офигеть, капец. Ну, я вообще не знал, типа, давай это. И это очень круто, на самом деле. Мне кажется, человек, который вот хочет, там, не знаю, стать вашим партнером, он такой, да что разливное пиво сейчас никто не пьет? И, ну, типа, смотри, 75% продажи в другом. А что еще продается? И, вот смотри, два вопроса. Что еще продается и куда в целом идет ритейл, как ты видишь? Все продается. Вот мы с тобой энергетик держим. Энергетик пивко. Вот он, энергетик пивко. Все, это топ продаж. Он бьет гориву, бьет все энергетики. Производит его, это вы или нет? Это контрактное производство по нашей рецептуре. В чем наша фишка? В чем наша фишка? Мы не приходим на производство и не говорим, блин, блин, давайте мы сделаем, давайте мы купим у вас то, что у вас есть. Мы приходим на производство и говорим, нам надо вот этот вкус. То есть, как работает вообще вся история? Надо предысторию немножко рассказать, буквально кратко. Давай. А я пока посмотрю. Есть рынок разливного пива, и он начинает стагнировать. В 15-м году, то есть, рос, 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 потом замер, и потом происходит перелом федералы, ввиду того, что большие... Какой попробовать, друзья? Вот энергетики я не пью. Вот пиво я пью, а энергетики я тебе не посоветую. Ясно, все. Я бы выбрал лимонад на твоем месте. Давай, давай. Я обожаю вообще, я фанат. Значит, и потом начинаются федеральные компании, это транснационалы, Балтика, Эфес, такие, Сан-Инбеф, они меняют ценовую модель пива, и пиво начинает дешевле стоить на полках. То есть, они начинают демпинг. Ввиду этого потребитель, выбирая по цене, переориентируется частично на бутылку, и разливное пиво начинает терять свои позиции. И у всех в стране встает вопрос, а как поднять опять продажи разливного пива? И все в стране начинают думать, какое пиво сварить, как его получше показать и так далее. И это имеет место быть, но что бы мы ни делали, и мы в том числе включились в эту гонку, оно не давало ожидаемого эффекта. И тут мы постоянно где-то учимся, ездим, смотрим, и тут я наталкиваюсь на такую историю, как в Кусвилл. И Москва растущая, тогда у них было 300 магазинов. Сейчас, по-моему, в полторы или две тысячи. Уже в двум. Тогда было там 300 плюс магазинов. И они такие, растут, развивается, открытая компания, и все. А мне нужны знания по ритейлу. Я туда попал просто ища не модель, а знания по управлению ритейлом, с фантиментной матрицей. Потому что компании X5 Retail, магниты, они закрытые. У них тяжело взять, а там компетенция. Я такой, блин, мы договариваемся с ребятами, чтобы они нас приняли, едем туда. Я смотрю и понимаю одну классную штуку. Вот есть Москва. Есть там дата образования в Кусвилла. Это не так давно я запамятовал. Но мне кажется, там тоже 11-12 год. Вот избенки, по-моему, 8-9, как бы, да? Вот они набуксовались. А в 10-м они пошли со в Кусвиллом. По-моему, 10-й год, да? То есть надо смотреть правду. Ну, неси на ошибку. Ну, несу, да, соответственно. А потом бустите начали после 14-го, мне кажется. Вот. Я понимаю, что я был в Москве в 10-м году. Я ни одного голодного человека не видел. То есть проблемы никакой абсолютно с покупкой продуктов питания, особенно на фоне классных сетей, как Азбука Вкуса, ее нет. Соответственно, я понимаю, что вот были продукты питания, спрос удовлетворялся, но ребята делают что-то такое, что дает неимоверную тягу, какую-то такую дополнительную ценность. У них все очень просто. Они дают здоровую пищу. И это на самом деле, если говорить про алкоголь и пиво, в частности, очень близко к нам, потому что мы торгуем пивом. 2009 год до просмывания. Это стопрала избенка. Мы торгуем пивом, а не пивными напитками. И это наша такая парадигма. Вот мы в ней живем. Я такой думаю, блин, и как решаются задачи? Смотрю, что они делают СТМ, что они берут просто классный продукт, что они его проверяют. Я не хочу углубляться в технологию. Мы полностью взяли, когда там кратко, если тот человек, который закупает хлеб, он должен быть технологом по хлебу. Он должен быть человеком, который сам может испечь хлеб. Вот у нас точно так же. Вот если мы закупаем булочку, то человек, который его закупает, работает на контрактах, он не рубится за цену. Он сначала утверждает технологическую карту, потом сам рассчитывает ее себестоимость, сам делает аудит предприятия, могут ли они вообще на этом оборудовании изготовить качественный продукт. И только при утверждении этих всех факторов они заключают контракт на поставку булочки, а потом еще идет контроль качества этой булочки по органолептике и химическому составу каждой партии. И мы это сделали. И так по всем продуктам. Рыба тоже самое. То есть человек, который у нас закупает рыбу, он досконально понимает технологии. Он приезжает на производство, смотрит, как оно выглядит, соблюдается ли там стандарты и так далее. Смотрит, и мы сейчас, допустим, рыба это сложная продукция, и у нас прослеживается цепочка от сырья, где, у кого и какого качества закупается. Дальше до производства, до поставок. Слушай, давай скажем, давай честными, то есть вот, чтобы было понятно, то есть я очень много учусь, смотрю, и ритейлом тоже давно интересовался. Вот эта история, про которую Кирилл сейчас рассказывает, она придумана ни вчера, ни позавчера. Одна крупная компания, которая недавно ушла из России, называется Ikea, делала то же самое. Одна крупная компания, которая зовут Coca-Cola, делала то же самое. Куча компаний, они приходили и делали, соответственно. Если вы посмотрите на рынок Китая, Китай за счет чего растет? Тогда приезжают крупные бренды, которые учат людей производить по их стандартам продукт. Вот вам, здрасте, пожалуйста, у меня здесь лежит устройство. Китайцев научили его делать классным. Он 100% китайский, но их заставили делать крутой продукт под определенной технологией, то есть образование с точки зрения менеджмента. Это очень интересная история, к которой, мне кажется, сейчас весь рынок идет. Следующий вопрос хочу подчеркнуть. Вот смотри, что такое бизнес-компания? Все говорят о том, что у нас здесь прикольная канбан-доска висит, у вас в офисе Scrum, Agile. Это я не матерюсь, это я технологии менеджмента рассказываю. Вовлеченные интересные люди, вот такой подход. И я вижу, что на самом деле ценность сейчас актива, это не физическое помещение. Это знание и умение управлять своими знаниями в головах людей. Важно, сколько людей у тебя управляет знаниями, они знают, как производить классный продукт. Вы знаете, как производить классный продукт, и вы знаете, как продавать классный продукт. При этом продает классный продукт у вас физически, ваш франчези, а производит компания-производитель СТМ. Офигенная модель. Которая вы пришли, но которая на самом деле уникальная. Типа даже Кока-Кола живет по этим стандартам, соответственно. Прайан Трейси, все придумано. Бери, делай. Вопрос в реализации. Слушай, круто. А вот к чему ты видишь? Давай поговорим. Вот вы сейчас компания, которая вот так себя ведет, управляет знаниями. Вот на горизонте пяти лет, десяти лет. Вот сейчас какой-то человек сидит и смотрит наше интервью, потому что, возможно, он хотел открыть магазин Пивко. Он сейчас узнал откровение, что 75% ассортимента это не ПИО. Он такой, ядрить как бы, да? Он говорит, хорошо. А куда дальше вы идете? То есть вы вот это делаете. Вот какой-то горизонт, там, не знаю, пять, семь, десять лет. Как ты его видишь? Куда дальше? Ты знаешь, у меня такая жизненная просто позиция. Я ни с кем не меряюсь амбициями. Я никогда... Сейчас модно кричать. Мы построим единорога за пять лет, выйдем на IPO, потом, значит, всех порвем, станем долларовыми миллиардерами и меньше, чем за миллиард долларов. Вообще, думаю, не стоит стараться. Я хочу сказать, что вот, во-первых, для меня самое главное, как я достиг, а успех определенно есть и жизненный, и бизнесовый. Мне есть чем поделиться. Как? Спросят там, как ты достиг успеха? Все очень просто. Я ставил себе цель на год, я ставил себе цель на месяц, я, блин, их достигал. Я ставил себе достижимую цель на год и учился поставить такую, чтобы ее сделать. И если я недовыполняю цель на пять процентов, я очень грущу. Если я перевыполняю на один, я искренне в восторге. Я себя этому тренировал. Поэтому, если меня спрашивают, как через пять лет? Через пять лет я буду искренне счастлив, если магазина в пивко, станет две тысячи магазинов. Если полторы, там, тысяча-полторы человек, которые войдут в этот бизнес, будут успешно чувствовать себя успешными, защищенными предпринимателями со стабильным доходом, которым интересно жить, развиваться и делать прикладной бизнес. Вот это моя цель. А ритейл как поменяется, как ты думаешь? А я думаю, что ритейл сам уже вкупе сильно не поменяется. Вот, если спросить мое мнение, может быть, меня там назовут дилетантом, ты не понимаешь в ритейле, но я смотрю, как развивается мировой ритейл и куда он идет. Сейчас ритейл уже почти занял все территории, осталось еще Дальний Восток поглотить это. Мы имеем две конкурирующие основные компании – X5 Retail Magnit. Обе успешные, обе классные. И я с большим уважением отношусь к команде и того и того игрока. При этом есть территории, например, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, где Magnit пользуется, к удивлению, большим. Вот где-то там X5 как-то более нарядно выглядит, а вот в Хантах Magnit большим доверием к потребителю пользуется и лучше торгует. Есть игроки такие, как наша, например, Пятерочка, которые тоже не сдаются, тоже развиваются, трансформируются и делают классные вещи. Поэтому я думаю, что сейчас топ-менеджмент будет двигать дальше готовая еда и так далее, расширять ассортиментную матрицу, будет трансформироваться ввиду запроса. Конечно же, готовая еда, она и у нас есть и тоже хорошо продается, и мы тоже развиваем готовую еду. И тоже стараемся сделать ее самую вкусную, самую классную. То есть это наш тренд. Но базово изменений уже не будет. История, вот смотри, интересно с тобой поговорить про E-Grossery рынок, да, там самокаты, которые бегают ребята с сумками, да, там носятся, еще что-то. Что ты про это думаешь? Доставка за 15 минут – это хайп после пандемии, как бы, да, или в нем есть какой-то смысл? Вот вы развиваете доставку или нет? Слушай, во-первых, алкоголь доставлять по закону нельзя. Поэтому у нас история с этим заканчивается. Но если бы даже было можно, такие инициативы выносились. Я хочу сказать следующее. Понимаешь, у нас вот как-то модно обсуждать во всех изданиях, на всех каналах хайпово, что происходит у нас там в столице. Вот у нас столица – это как бы центр, в ней живет 12 миллионов человек. И вот что в ней происходит – все. Ты там открыл классный ресторан в столице, который узнают, и ты там звезда мирового масштаба. У тебя, значит, металлургический комбинат. Если ты не в Форбсе, где-нибудь там на Дальнем Востоке, ну или там в Уральских горах. Если ты не в Форбсе, да, или там ты что-то делаешь. Ну что, какой-то парень с Урала. Вот. Поэтому, ребята, в мегаполисах в России до сих пор живет не более 10% населения. Ну, может быть, 12. 12 миллионов живет в Москве. В Питере, наверное, около 6. В Екатеринбурге там миллион плюс, да, там полтора. На 140 миллионов. Есть же бизнесы. Какая доставка в Камышлове? Какой даркстор? О чем вы говорите? Должна быть плотная. Петь, ты с работы пойдем хлеб возьми. Вот так и работаем. Суть такая. Для того, чтобы работали такие модели, как даркстор и доставка, для этого должна быть именно фреша. Для этого должна быть большая плотность населения. Согласен. Там, где плотности нету, магазин. А у нас вообще не очень хорошо работает в столице и вообще не работает модель. Там потребление другое. Я смотрел одну из моделей, мне показывали западного рынка. Мы там изучали, да. И я когда погружался, они же публикуют все эти аналитические. Они как Uber как бы, да. То есть, условно, для того, чтобы я поехал на такси Uber, Uber должен, по идее, доплатить водителю еще 10 долларов сверху, соответственно. И вот в западных моделях было забавно. Я там порядок цифр не помню, да. Прошу не ругать меня, да. Но для меня было примерно откровением следующее. Что средний чек 12 футов. Ну, как бы, да. Футов или там евро. Да не суть. Ну, короче, там, типа. Давайте. Сейчас не цифра важна. Типа там 12, как бы, да. А для того, чтобы она окупалась, он должен стать 18. И, как бы, я вот посижу и понимаю, что, ну, в какой картине мира, например, я могу заказывать домой больше продуктов. Потому что вся фишка. Ну, как бы, то, что я могу взять, там, не знаю, килограмм бананов и йогурт себе на ужин. И мне сейчас 15 минут привезут, потому что мне за ними не идти, да. И, как бы, сама сумка человека не поместится в большой объем товара, да. То есть, логика. Поэтому средний чек непонятно как увеличится. И мое ощущение, да, что это чуть-чуть сойдет на нет, как бы, да. То есть, вот этот хайп вокруг этих доксторов, залитый инвестиционными деньгами, он начнет угасать. Потому что, согласен, плотности нет. А второе, там, ну, модели нет, там нет математики. Чтобы товар довести, это очень дорого. Мы с тобой сидим два предпринимателя. И причем, в отличие от многих блогеров и людей, которые как-то публично делают, я с большим уважением к тебе отношусь, потому что ты действительно действующий предприниматель. Сейчас надо лайк поставить. Да. То есть, много мучаешь нас в продвижении, вот, буквально делишься знаниями. Ты, мы с тобой предприниматели. Мы и мыслим так же. Так вот, я как мыслю, как предприниматель. Очень большая сложность, и мы ее в пивном рынке испытываем, когда компания монетизирует, зарабатывает не на операционной деятельности, не зарабатывая с каждой доставки или продавая товар, а за счет роста акций. С ней невозможно конкурировать практически. Очень сложно. Масштабно вообще невозможно. Ну, потому что ты должен операционный плюс показывать, чтобы развиваться, а она может операционный минус. Знаешь, когда я показываю это на с чем? Это очень большая разница, когда ты должен топить мокрыми ветками костер, а люди просто бензином заливают его, соответственно, и жгут. А у тебя бензина нет, как бы, ты тоже должен кого-то греть, да, но у тебя ветка мокрая, ты ее высуши, обработай, собери. А человек просто бензин оплеснул и все, да. Мне кажется, они заливают просто вот с деньгами. А вот и нет, 24 февраля. Да. То есть я не даю оценку событию, ужасное там может быть и так далее, но возможность. Сейчас большие компании выходят из рынка. Они не могут монетизировать вот прирост своей клиентской базы на российском рынке или вообще выходят. Это дает колоссальную возможность. Значит, мы оказываемся в равных условиях. Мы можем строить сеть или производить какой-то продукт и в равных условиях, потому что и наш оппонент, какой бы компетенции он ни обладал, ему тоже нужна операционная прибыль. Ну, будь более компетентен. Классический вопрос, Кирилл, который вот любит все задавать, да, и, собственно, он очень интересный, да, то есть у тебя большая компания, ну, то есть там в ней работает куча сотрудников, это, по-моему, там, ну, один из семи офисов, там есть производство, ты сказал, там есть дистрибьюция, ну, то есть, ну, большой уже бизнес, да. И вроде как, ну, то есть с моей стороны кажется, что вы можете открывать магазины сами, да, ну, то есть вот сами себе, а вы открываете франшизу, при этом еще и инвестиционную. Я когда вчера знакомился с компанией, я охренел как бы, да, то есть, ну, для тех, кто не знает, приходит Кирилл, ну, условно, Кирилл, его команда, они говорят, ты нам чуть-чуть денег дай, здесь в углу стои и смотри, как мы тебе деньги будем зарабатывать, да. При этом это делается на фантастическом качественном уровне. И как бы я сижу вот уже сутки сплю с мыслью о том, что почему тогда, ну, то есть, у вас есть, наверное, какой-то ресурс открываться самим. Вот типа, магнит же не продает франшизу, да, а вкусвилл пока вроде не продает франшизу, да, то есть, они все пытаются развиваться, ну, вот, на оборотку. А почему вы тогда свернули во франчайзинг и в чем ты видишь его преимущество? Зачем тебе это? Ну, то есть, вот, где-то баланс как бы, да? Все очень просто. Все классно. Значит, магазины разливного, начнем с истории, магазины разливного пива начали очень сильно развиваться и расти как грибы из одной простой штуки. Там наценка составляла 70-80 процентов, когда они начали стартовать. Поэтому продавая не очень много, ты можешь, ну, зарабатывать, чтобы окупать точку, зарабатывать себе. Кирилл, поясни, в пиве наценка там 80 процентов, в классическом ритейле там 30 процентов, да? 32-33 процентов. Вот. Ну, то есть, вот разница. Вот ритейл работает, магазин продает, у него есть разные группы товаров где-то, но целевая где-то 30-32 процентов. Это и фронт-моржа, и бэк-моржа. То есть, совокупная. Где-то есть перекосы, там, допустим, нон-фуд, там, и так далее, но это вот такая. А в пиве было тогда 70 процентов. Короче, купил за 10 рублей, подал за 17 литров. Да. Если у тебя наценка 70 процентов, если по математике обратно, то это где-то в районе 60-57 процентов маржинальность у тебя. То есть, ты наторговал на миллион, и у тебя там, ну, не так, маржинальность будет ниже, да? То есть, это от выручки у тебя в районе там 40-45 процентов остается. То есть, ты на торговал на миллион, у тебя 450 тысяч осталось в руках, и ты, как бы, красавчик, все, у тебя один там два продавца, как бы, аренда 60 тысяч. Ну, то есть, математика, давай еще раз, два продавца, там, заплаты 100 тысяч рублей, ну, условно. Это было, это было, сейчас не так. Сейчас не так, да. И аренда там 50 тысяч рублей с твоей стороны. И вот, 250 осталось, и, как бы, особо ничего не делал. Пиво тебе привозят, люди за пивом приходят. Ты такой, я предприниматель, здравствуйте. Да, да, именно так было, таких было много. Потом что-то поменялось, начали снижать, допинговать пивом, и сети сделали как промоушн, и… 1 плюс 1 полетело у всех. Нет, это 1 плюс 1 полетело в пивных точках. Потом уже, потому что вынуждены были снижать цену, а сначала снизили цену на пиво федералы. И сейчас наценка, она, ну, 40 процентов. Да, она выше, чем 30, 40, 45, но она не стала. И когда стала такая наценка, то точка, которая торгует миллион, она стала нерентабельна. Она стала не сильно окупаться. А точки стали торговать меньше, потому что кто-то задирает наценку выше и сидят, ждут. А к ним не идет покупатель, потому что просто дорого. Значит, что они дальше делают? Они усугубляют ситуацию, да, еще делают еще хуже. Они берут и начинают покупать пиво дешевле. И они начинают не очень качественный, не очень хороший продукт продавать. И еще падает выручка. Это первый момент. Объясняю, почему мы развиваемся по франшизе. Все очень просто. Наценки на все группы товаров, там STM, STM, они плюс-минус одинаковые, что в ритейле, что у нас. А вообще весь ритейл, чтобы вы знали, вот X5 работает, у него чистая прибыль от оборота составляет 5,1%. Там 4,8. Сделали 5,2 и все безумно этим гордятся. Там, знаете, небольшой нюанс. Оборот, X5 ритейл в год примерно 500 триллионов рублей. Там эти 5% хватает. Правильно. Потому что это много. Но нужно понять, какой у тебя отступ. И если послушать интервью Галлицкого, которое он еще 10 лет давал, он тогда получал 6%. И это вау, какой результат. Он говорит, в бизнесе, где 6% рентабельности очень легко обанкротится, нужно на кончиков пальцев. Так вот, налогообложение у ритейла на основной системе налогообложения, оно выбивает где-то в 5,5-7% от оборота. Правильно. А у ИПшника, который работает на патенте, где-то в районе 1,5-2%. Вот и все. Таким образом, торговая точка получает себе конкурентное преимущество. И если говорить на сегодняшний день, торговая точка, которая работает на ОСН, пивная, она не рентабельна, потому что она будет не сильно большую прибыль выдавать. Потому что она будет в рамках структуры, соответственно, или в рамках этой структуры, ты не сможешь обеспечить. Рестораторы, как говорили, становишься крупным ресторатором. Три заведения открыл, и ты на НДС полетел, и все, ты не можешь работать. И тебе не выгодно развиваться, рабочие места создавать, соответственно. И вот им НДС отменили. Ну, я думаю, что в рознице, конечно, ни НДС не отменят, ничего не сделают, соответственно. Но поэтому это вот единственный путь развития. Окей, слушай, ну, абсолютно максимально логично. То есть все. И мы увидели эту возможность. Мы же предприниматели, мы видим возможность. А при этом крупных игроков, вот смотри, какой бизнес, пивной рынок. Все смотрят все время куда-то, блин, надо стать Безосом там. Чувак, у тебя машины нету вообще. Как бы не то, что она у тебя плохая. Какой ты Безос. Чувак, заработай себе лям в месяц. Ходи, блин, гордись. Поставь себе цель заработать 10 в месяц. Если ты ее решишь за 15 лет, ты будешь совсем другим человеком. Твои потомки будут другими людьми, потому что ты им образование другое дашь. Расскажи какую-то историю, какую ты запомнил за все время. У вас там 570 точек. Я думаю, что порядка 300 партнеров. Наверное, много партнеров, чем больше, чем одна точка. Вот. Вот какой из партнеров, чья история тебе за все это время запомнилась как опытного предпринимателя? Вот чья история, когда тебе помнится из партнеров? Что приходит на ум? Вот какой такой человек, у которого судьба изменилась? Да очень много приходит на ум. Кого ты? Расскажи. Сейчас быстро накидаю несколько кейсов. Давай. Первый, вот мой друг детства. Я приехал к нему в гости. Значит, вот жена работает. Он работает строителем. В Крыму с работой плохо. Крым стал нашим. Он работает строителем. У него зарплата там 25 тысяч в месяц. У него жена работает продавцом. У него зарплата 18 тысяч в месяц. Вот на эти деньги они как-то живут. Это 42-3 тысячи рублей. Да. Они говорят, что мы, в общем-то, живем неплохо. Потому что на еду мы не тратимся. Потому что тесть, он фермер. И вся еда у нас просто натуральная, своя. То есть мы еду не покупаем. Поэтому, в общем-то, нам как бы более-менее хватает. Но я понимаю, что это, наверное, не самый тот уровень. И потом он звонит и говорит, как дела? Он говорит, слушай, все классно, все нормально. Он не унывает, он такой парень. Он говорит, да все классно, все нормально. Вот едем в Симферополь. Только что-то со мной жена не хочет ехать. Я говорю, что она боится ездить на нашей машине. Потому что она разваливается на ходу. Ну понятно, я ему подарил машину. Купил ладу, подарил. Он не хотел брать. Ему было как-то неудобно. Но я ему все. Я говорю, слушай, давайте помогу. Мы откроем. Все классно. И они как бы зацепились. И вот этот магазин, это их детище. Вот они его любят. Они делают. Они разговаривают с каждым покупателем на сегодняшний день. Во-первых, было приятно, когда мой товарищ из Екатеринбурга, у него там были сложности в бизнесе. Он делал большой проект очень в е-коммерсе. Немножко на повороте не получилось. И он говорит, у меня было такое тяжелое эмоциональное состояние. Я говорю, слушайте, ребята, вот пришел к девчонкам турагентства. Говорю, слушайте, засуньте меня в какую-нибудь вообще далекую штуку, чтобы вот была тишина, море и не было людей, цивилизации вообще. И они такие, блин, мы знаем. И они его отправляют в Крым, в деревню, значит, недалеко от Щелкина. А там реально, там вообще людей нет. Как бы там скалы, море, чайки, значит, змеи. И три жителя, которые сидят в тени, как бы их не видно. И вот он говорит, у меня я туда приехал, нужны были какие-то продукты. Я сажусь и еду в местный типа, где есть хоть какие-то магазины, еду в Щелкино. Город называется Щелкино. Что за Щелкино? Это мыс Казантип, который фестиваль. Я, говорит, приезжаю в Щелкино, в эту дыру. Но в его картине мира это вообще медвежий угол. Захожу, там стоит магазин пивко. Вот, и сейчас там стоит магазин пивко. Ребята зарабатывают, ну, около полутора миллионов, миллион, полтора. Вылечка. Чистые прибыли. Подожди. За сезон? За сезон. Потому что у них зимой людей нет. Да. У них зимой, там, они сидят в небольшом плюсе. Может быть, там, сорок. Ну, то есть, типа, давай так, май, наверное, сентябрь, это по полтора миллиона, как бы. Да. Остальное время тысяч по сорок, по пятьдесят в месяц, в лучшем случае. Слушай, это за сезон получается, там, шесть миллионов, это пятьсот тысяч в среднем по месяцу. Это в десять раз больше, чем их было. Нет. За сезон они зарабатывают всего полтора. А, за сезон. За сезон. Полтора-два. Ну, миллион восемьсот. За сезон. То есть, за четыре месяца они зарабатывают где-то вот эти деньги. Угу. Но это другой уровень. И очень классно. Ну, в год, там, два с половиной, ну, хорошо. Типа, в месяц стало триста, да, у них чистыми примерно. Конечно. Вместо сорока. Да. И самое интересное, что они стали предпринимателями, они сами себе хозяева, у них есть, и они много трудятся. Ты ему говоришь, ты на рыбалку ходил, он вообще море любит, он такой вот, мы с ним всегда на лодке. Мне некогда. Пошел парень, вернее, я его знал, классный парень, познакомились мы с ним на обучении. У нас есть очень успешный ресторан «Хмели Сунели». Есть такой. Классный ресторан, и там был управляющий Андрей Беседин. И мы, когда ставили искренний сервис, а я вообще люблю сложные задачи. Я прям люблю. Почему? Потому что есть очень большой труд их в решении, но потом, всегда же конкуренция, но потом, чтобы ее решить, эту задачу, уже, ну, у тебя отступ такой. Преимущество перед оппонентами, да. Поэтому я люблю это. И я такой подумал, первый термин, что такое искренний сервис? Вот если вы придете в ресторан, то вы узнаете и внимательно посмотрите, и вы поймете, что главное это не еда в тарелке. Главное это ощущение от интерьера и как тебя обслуживают, как к тебе относятся. И вот это вот отношение, когда тебя встречают, провожают, это называется искренний сервис, то есть искренняя доброжелательность и гостеприимство. И это технология. Это не порыв души в чистом виде, о чем говорит Зарьков. Он когда рассказывает, я все понимаю по пунктам, что нужно делать. Это технология контрольных точек и четких стандартов. И этому надо учиться. И мы искали, где учиться искренним сервисам. Нашли супер крутую компанию, называется Welcome Pro. О, это Исков Сергей. Исков Сергей, конечно. И у него тоже учились, значит, и Виолетта. И вот я поехал, думаю, я же сам в собственной компании, я должен быть носителем компетенции. Я поехал, взял своих и мы прям пошли на курсы. Я по-честному учился, там сидел за партой, вспомнил, как это бывает. И посмотрю, самый яркий парень, самый умный. Это из Екатеринбурга. Я такой начинаю общаться, а он оказывается из Хмели Сунель. Я говорю, ну все, Андрей, познакомились, беседим. И проходит какое-то время, приходит беседим и говорит, слушайте, я хочу купить франшизу пивку. Я хочу стать самым предпринимателем и так далее. Я говорю, все, вопросов нет. Он говорит, но у меня не очень есть деньги. Мне очень нет денег, мне надо еще подкопить. Я говорю, слушай, не вопрос, давай сделаем так. Смотри, ты мне очень импонируешь, мы тебе даже дадим какую-то дебиторку. Очень редкий случай, практически никогда кому-то своему знакомому поможем. Говорю, просто ты мне очень импонируешь. Давай, иди, поработай с нами что-то где-то, поищи помещение и так далее. Вот когда он нашел помещение, когда он там купил, а там он стоял в магазине, и он не торговал. Вот это предпринимательство. Он не торговал. Там был человек, который управлял здесь в городе, но совсем было плохо, он там почти банкротился. Тогда про модель. А мы знаем, что место кладное. Мы говорим, ну договорись с ним как-то, чтобы у него купить. Он договорился, он покупает этот магазин. Ваш или другой бренд был? Пивко, пивко. Магазин пивко франшизный, который просто плохо администрировался. Он покупает этот магазин, начинает пахать, и он делает очень важную вещь. Мы ему немножко помогаем, он деньги занимает, у него стартовый капитал был минимален. Но вот тоже заняв деньги где-то, еще где-то взяв кредит под проценты, но он настолько хорошо первое администрировал свои траты. То есть он говорит, вот у меня есть бюджет, у меня есть сумма на зарплату, она примерно равна тому, что я зарабатывал там. Я мог жить тогда на эти деньги, я могу жить и сейчас. И они с женой работают, вот мы на эти деньги живем. А всю прибыль они рассчитывались с долгами, значит, и они находились в магазине. И на сегодняшний день это супер успешный магазин, он уже давно рассчитался со своими долгами, он зарабатывает в три раза больше, он искренне живет этой темой и хочет дальше развиваться. Вот это вдохновляет. Слушай, а что поменялось? Вот если давай мы посмотрим, давай представим, что в целом кто-то сейчас не станет франчизи пивко, то есть он уже в Калининграде, например, не обеспечивает дистрибьюцию, ну это по каким-то причинам, я не знаю. Ну вот он не хочет пока связывать себя с пивом, но он хочет погрузиться в мир розничной торговли, в вашу экспертизу. То есть от чего я охренел? Мы сюда обязательно ставим ставки, это от вашей логики подбора помещений. Я просто, мы вот так сирач сидели с командой, мы команды сюда приехали. Я думал, что всегда подбор ощущений – это магия. Пришли эти люди, которые ходят с иоовыми веточками, такие, знаешь, приходишь, вдохнул, вот здесь пахнет успехом, ты чувствуешь, пахнет деньгами. А нет, приходят ребята, говорят, тут есть аналитики, там такой чувак сидит весь, аналитик такой бешеный. Говорит, на питоне написали там предиктивные данные, какие-то слова накидывая. Сидят люди, вот таблица аналитика, вот сорвентный комитет, вот проходимость улицы, вот это, вот это, вот это все замеряем. Вот здесь, типа, да. И вероятность успеха, говорит, там 90-95 процентов, и цифры показывают как просто категорически. У меня магия исчезла, ну, как бы такая вот. И предпринимательство, потому что локация очень важна, вот приняли это решение, там никакой магии. Офигевают результатов, да, это вот обязательно просто, ну, типа, обязательно надо видеть, что тихо, вот пока вот там кто-то сидит и думает, что ничего не придумано, офигеть сколько придумано, и это надо обязательно прямо делать и внедрять сейчас. Простой инструмент, мы себе забираем его, у меня все, у меня вся поездка окупилась, потому что мы этот инструмент просто заберем. Познакомились и возьмем себе, всем спасибо. Вот, ну, это первое, да, там, правильная оценка локации. Вот это я увидел, да. Я был в магазинах, там, ну, там я понимаю, что вот мы общаемся с командой, я понимаю, что есть какие-то микродетали, да, то есть я это называю настройкой радиола, или вот настройкой этого. Вот у меня есть, сейчас исполнил свою мечту, купил себе виниловый проигрыватель, да, и вот она точненько все настроит, ты берешь эту иголочку, так аккуратненько ставишь, все выкручиваешь, подбираешь вот эти компоненты, и звук становится офигенно чистый, но вот звук становится вот на чуть-чуть лучше, на микропроцессор, ну, как бы, вот на чуть-чуть лучше, но вот это чуть-чуть лучше дает совсем другое ощущение. Вот я понимаю, в розничной торговле нет таких-то процессов, да, продавцы есть, там, что-то, всем улыбаемся, какая-то касса, как бы, что-то система лояльности, ну, вроде все как у всех, да, но вот то, что я вижу, вы сильно это делаете как-то вот, ну, чуть на другом уровне, каких-то вот пищат. Вот давай попробуем поговорим вот об этих деталях розницы, которые критически важны сейчас, вот, чтобы кто-то мог знать, вот, что крутого есть у вас, да, соответственно, кроме, допустим, подбора качества продукта. Кирилл, попробуй вот так разобрать. Вот смотри, давай я для того, чтобы принести какую-то ценность прям конкретные штуки скажу сейчас, но если возникнет ощущение, что я сейчас пойду вот эти штуки сделаю, у меня получится, я сразу предупрежу, что это не так. Это вот, знаете, как фокус, фокус рассказывают классный, да, там, человека пилят на две части, а потом рассказывают, как это делают, но если вы пойдете сами его делать, то у вас не получится с первого раза, или не получится под руководством. Поэтому суть такая, это не мое мнение, мы сидели вот в кругу, вот так, среди знакомых и друзей, и это были топ-менеджеры действующего ритейла, это там Дикси коммерческий директор сидел, значит, это люди из X5 ритейла, то есть очень серьезные, которые складывали эту модель и управляют частью до сих пор. И когда мы сидели, мы говорим, а что важно в ритейле? Ощущение покупателя, ощущение не конкретное, а когда ты заходишь в магазин или когда ты подходишь к торговой точке, какие у тебя возникают ощущения? Теплые, холодные, строгие, мягкие, тебе комфортно или нет? И так далее. А эти ощущения приятности, и это очень важно, поэтому магниты изменились, ощущения, они складываются из конкретных штук, которые ты чувствуешь, видишь и ощущаешь. Поэтому первое, как стало, например, цвет желтый. У нас желтый цвет. Желтый цвет это теплый цвет. Мы из северного региона, ты сейчас живешь в Новосибирске, я из Урала. Я сейчас горжусь нашим городом и Уралом в целом, и благодарен сити-менеджерам, потому что у нас классный, чистый и освещенный город. Но 10 лет назад он был темный, были там улицы, на которых мы первых открывались, и мы что делали? Мы делали яркое пятно, пятно, и это актуально до сих пор. Мы делали желтое яркое пятно, теплое зимой. У тебя, ты идешь по зиме, вот у тебя желтый. Напомню, техник не следит, соответственно, следит за развитием. У меня чебурек, мы с той же критерия открывали желто-черный, потому что череда этих непонятных ларьков, я говорю, поставим яркое пятно, как солнышко. Люди тянутся к теплому. Ничего уникального. Откуда я копировал? Вы думаете, что я самолонную, я посмотрел, о, Чичваркин делает прикольные желтые магазины. Я не стал ничего изобретать. Я так слегка Ctrl-C, Ctrl-V и побежал делать. Дальше, вторая история. Логотип. Нас ходят и говорят, у вас колхозный логотип, у вас там логотип, который, значит, наш логотип, да. У вас логотип, который... Да, мы предпринимали 8 попыток его ребрендинга, и предпримем девятую, потому что ну, надо быть современней, да, надо вот стиль наших СТМов, который мы работали с наикрутейшим брендинговым агентством Get Brand. Наш соотечественник Андрей Горнов, значит, это, ну, действительно, это человек, который делал эпику, который делал село зеленое. То есть, ну, такой прям сильный компания. Вот. Но мы его отставим, почему? Потому что он близок людям, по крайней мере, людям, не из центра. Наверное, знаешь, такая мысль важная, да? Ты не равно, твой потребитель всегда. Потребителю понятно. Да. 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 Дальше заходишь в магазин, теплое освещение, есть люменные градусы. Вот бывает холодно, бывает теплое, и определенная насыщенность. Должно быть светло и тепло по ощущению. Это дается, прям, мы выбираем, какое освещение, по каким люменам идет, какая плотность освещения, теплота света и так далее. Это профессионально. Мы работали с командой мерчендайзинга, наверное, одной из самых крутых, которые делают ритейл всякий разнообразный. Мы с ними работаем до сих пор, они подбирают свет. Например, недавно мы сделали опыт и убедились, ну, и сейчас переоборудуем, что выставление правильного света в холодильнике с рыбой дает прирост плюс 12%. Просто свет. Все, мы это выносим в анонс. Ребят, что важно, карасиков подсвечивайте своих и все. Подсвечивайте карасиков, как бы, и все попрет. Кирилл Кузьминский, я подсвечиваю карася. Ага. Дальше, мерчендайзинг. Я когда захожу, вот такие доморощенные сети, которые, ну, вот мы там сделали классно, все. И когда у них на золотой полке, а золотая полка, это та, которая на уровне чуть глаза, чуть ниже. Я при росте 2 метра никогда не делал золотую полку, поэтому не понимаю, о чем ты. То есть, когда ты заходишь, все, вот эта полка, которую вот ты видишь, вот она, чуть ниже глаз, это золотая полка, это то, куда обращает внимание потребитель. И когда на золотой полке стоит, значит, батарея из бутылок в пивном магазине за 789 рублей, но которые никто не купит, это такая покупка, ну, как бы, странная для магазина с чеком, с средним чеком 300 рублей, да, это странная покупка. Я искренне удивляюсь. Это ноль знаний про мерчендайзинг. Вот мы работали и работаем сейчас с Екатериной Богачевой, которая нам проводила. Мы учимся, обучаемся. Это мерчендайзинг в сети, там есть правила мерчендайзинга, расстановка оборудования, там, например, я вот уже рассказывал там про Тнягина когда был. Если человек заходит в лес, он начинает кружить, да, все знают. Куда он кружит? Вправо. Угу. Он идет, вернее, он идет влево. Да. Он идет против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Против часовой стрелки, да. Почему? Потому что большинство людей правши. Да. Потому что вам, когда вы шагаете, наступать правой ногой удобней, попадать правой ногой. Соответственно, левая просто становится сильнее за жизнь. Угу. И когда вы идете, казалось бы, по прямой, но нет ориентиров, то у вас один шаг, который правый, он длиннее, чем шаг правой ногой, длиннее, чем шаг левой. Соответственно, вам удобнее идти против часовой стрелки. И правильный магазин. Вход, идете против часовой стрелки, набираете, набираете, потом приходите, потом касса и выход. Это правильный магазин. Это называется правый магазин. Левый магазин из-за планировки случается, но это уже хуже. Угу. И таких штук очень много. Угу. Но самое главное, это то, что мы поняли, осознали, и мы это интуитивно чувствовали с самого первого дня, что в магазине главное – товар. Люди приходят в магазин за товаром. То есть в машине главное, как она едет. А поэтому мы с тобой на Баймы ездим. Угу. Поэтому. А не на Баркине. Как бы по России. Вот. И делать товар, а это сложно. Особенно с невысокой закупочной силой. Мое личное мнение, что на сегодняшний день сеть, у которой менее 500 магазинов, ну, практически невозможно решить задачу собирания ассортимента в правильную, ну, в правильной истории. Если только не уникальная логистическая история, такой там, ну, Канты-Массийский округ какой-нибудь или недалинный источник, пока где есть сложности с логистикой, и поэтому примерно равные условия либо заниженная конкуренция. Угу. Так, окей. А продавец? Это центр вселенной. Угу. Продавец – это центр вселенной. Это хозяин, который встречает гостя. Нужно понять очень важную вещь, что в продуктовом ритейле нету продавца. Там есть мерчендайзер и кассир. Угу. Вам никто ничего не продает. Да. Вот есть две плоскости. Такая бытовая плоскость и развлечение физическим перемещением, как путешествие в магазин, да, продуктовый ритейл. Ты приходишь или любой другой ритейл. Это вот так. Угу. Ну, понятно, что в одежде есть именно продавец. Угу. Есть вторая плоскость. Это хорика. Это ресторан, куда ты приходишь за ощущением, обслуживанием, и вот вырваться из своей обыденности и жизни попасть в красивое место. Это ресторан. А мы между. Все говорят, вот, вас же сожрут. Да нет. Мы становимся с радостью. Ты видел вчера, что мы специально ищем места скопления ритейлеров. Да. То есть там, где монетка, пятерочка, магнит, красное, белое, надо встать пивко. Желательно на более видном месте. То есть мы стремимся в эти места. Мы не избегаем конкуренции, стремимся. Почему? Потому что мы забираем очень тонкий слой запроса. Это покупка для себя. Это себя порадовать. Да что-то порадовать. Ну, потому что себя хочется порадовать всегда. Особенно человек, который много работает. Который, ну, реально в напряжении находится. У нас сейчас такой мир стал. На России они много работают. Вот эта вот история, что, ну, а там, Ванька русский валяется на печи. Да вы посмотрите вокруг, кто валяется. Все пашут. Реально пашут. И делают реальные вещи. Слушай, а вот все-таки мне все чисто интересно. Да, энергия, кстати, вкусная. То есть я с удовольствием пью. Я прям фанат. Ну, респект на него. Вот. Я, правда, пью без сахара. Они более полезные. Ты знаешь же, какая-то шутка. Потому что ты, говорит, водку газировкой будешь запивать? Нет. Газировка вредная. Я, говорит, соком полезнее. Вот здесь так же. Скажи, в категории, если знаешь, в категорийном менеджменте, что еще занимает такой достаточно большой объем продаж? Я вижу, какие-то есть пряники у вас. Семечки, чак-чак, как бы соки. Чак-чак, кстати, из бахатле, чтобы ты знал. Это самый вкусный чак-чак в России. Он из бахатле. Его делает бахатле. Это производит для нас. Так. Но, тем не менее, что еще в когортах? Пиво 25, плюс 12, 37 процентов. Сигареты. Большую долю. Потому что у нас расширена ассортиментная матрица, сервисная. То есть, сигаретами не очень выгодно торговать в сети. Но мы делаем сервисную штуку, чтобы... Отлично. На них заходит. Понимаю, все надо. Это существует, без него очень тяжело. Пиво, сигареты. Дальше идут безалкогольные напитки. Мы все-таки ближе, как вот гитранки, шопы есть. Мы ближе туда. Это безалкогольные напитки. Дальше идут там... Дальше уже группы идут с не очень большими перекосами. Конечно, у нас рыба занимает достаточно большую долю, потому что мы выстроив... Рыба – это сложная история. И на сегодняшний день... Ну, то есть, у нас такая цель... Любая цель должна очень просто читаться. Вот самая вкусная рыба в пивко. Вот это наша цель. Вот просто мы к этому идем. Ты так про камбл рассказывал с детства, и сейчас что-то прям рыб захотелось. Вот самая вкусная рыба, и мы к этому прилагаем титанические усилили. Это очень сложный процесс. Сделать классную рыбу. И да, покупатель откликнулся и к нам пошел. Меня радует. То есть, у нас продажи за... Когда мы начали этим прям плотно заниматься, за последние три года увеличились просто в два раза. Угу. 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 А вот если был какой-то товар, который прям для меня был откровением, то есть, вы такие поставили, такой, да ну нет. Ну как бы. И он такой хрена летел в продажу. Может, это такое удивило тебя за последнее время? Нет. Нет. Это все осознанно, осмысленно, анализ, математика? Не бывает. Вот был на конференции, на которую ты меня пригласил, и там парень говорит, слушайте, надо поставить лед. Ну как бы надо поставить лед, вот у вас отдел продаж, нет закупа, нет отзывчивый, я хочу поставить лед, как бы, у нас есть прецеденты продаж и так далее, и так далее. У меня 50 квадратных метров зал. Там должен быть только тот товар, который, ну, нужен большой аудитории. То есть, какая-то вот такая вот. Слушай, а брендный вопрос? Вот энергетик, например, меня удивил. Вот у него команда верила, а меня удивил. Когда они сказали, что мы сделаем энергетик, который будет офигенно продаваться, я не верил. Потому что бренд очень сильный. Горилла, да, там, ну сильные бренды. Редбул, наверное, больше всего. Редбул вообще, но когда у нас нашего энергетика продается в два раза больше, чем Редбула, хотя они стоят на полке, это о чем-то говорит. Угу. Угу. Слушай, я давно наблюдал из Пивко. Очень давно, да. Но франшизы стартовали не сразу, но в 15-м году. И достаточно активно пошли. Всегда неплохо росли. Но вот ты говоришь, как ритейл поменялся, все вот это рассказываешь. Я так понимаю, продукт франшизы Пивко сильно поменялся. Вот франшиза Пивко в 2015 году, какие были цифры, показатели, да. И франшиза Пивко сейчас, какие цифры, показатели, да. Сколько стоит вложить, какая окупаемость, сколько человек денег будет зарабатывать. Потому что кто-то явно заинтересуется твоим подходом, да. То есть, ну, это может быть очень круто. То, что я вижу, это дико технологично и дико круто, как бы. Вот. Ну, можешь рассказать примерно? Все очень просто. Значит, рассказываю. Во-первых, хочу передать свой личный жизненный опыт. Любой бизнес нужно оценивать порой. То есть, это возврат капитала в процентах ложного. И если ты собрался быть предпринимателем и бизнесменом, не надо считать в рублях, надо считать в процентах. Если измерять просто сумму вложения, насколько она тебе комфортна. Угу. Соответственно, предлагаю начать не с 2015 года, а с 2010 года, когда… Давай. Вот в 2010 из-за различного рода перекосов, в том числе и в наценке, о чем мы с тобой говорили, роя составлял 70%. То есть, точку можно было открыть очень дешево. Можно было открыть ее за 500 тысяч рублей, там, за 700 тысяч рублей. Да, она была страшненькая, не сильно похожа на ритейл. Но она вот так вот открывалась, и она выдавала роя около 70%. Это какая у нее, примерно, рубочка была? Хуточек тогда, ну, мне уже сложно, там, сказать… Какая цифра? 400 тысяч рублей. Я понял. Все понятно. 350. Но тогда и пиво стоило на полке 40. Да, да. Литр. Литр, да. Ага. Вот. 70% годовых. Угу. В 2015 году сейчас уже ничем, по сути, не отличается. Да? Да. То есть, отличается сумма вложений. В 2015 году мы получали 25-45% годовых наложенный капитал. Вот такая вилка в зависимости от точки. И сейчас ты получаешь 25-45% наложенный капитал. Но цифра на капитал вкладываешь сейчас больше, да? Сколько стоит? В 2015 году можно магазин классный, хороший открыть было за где-то 2 500-2 700. Сейчас это 4 300-4 500. Один магазин? Один магазин. Угу. И вы продолжаете открывать примерно один магазин раз в 2-3 дня, да? Ну, в смысле, по пятницам, конечно, они все открываются, но... Здесь очень важный момент. Понимаешь? Вот когда смотрят такой, вот, типа, какой ROI. Ну, давай посмотрим, а куда вложить деньги на сегодняшний день с нормальной доходностью? Ну, отнесем в банк, там, 4,5-5%. Сейчас были перекосные моменты, там, 7-8%. Но это на 3 месяца, так 4,5-5%. Квартиры, недвижимость, это вообще у нас самая распространенная история, пойти купить квартиру. С чего начался кризис в Америке 2008 года? С того, что люди начали покупать ненужное жилье, потому что оно должно дорожать. Оно за счет чего дорожает? За счет кредитования, а не использования. Но вы сейчас... Я обсчитывал квартиру, это тоже важный момент, что у людей еще не все до конца поняли, что мир изменился, и так как мы жили с недвижимостью 10 лет назад, этого не происходит. 10 лет назад было мало, новой недвижимости вводилось, и поэтому квартиры старые не сильно дешевели. Да. А сейчас с квартирами происходит то же самое, что и происходит с машинами. Новая модель, она по качеству ничем не хуже, может быть, не сильно лучше, но она дороже старой, а старая сразу дешевеет. Вот сегодня вышла новая модель, твоя старая машина, которая бушная, она тут же подешевела. С квартирами то же самое. Если посчитать доходность аренды от квартиры, вот ты купил квартиру, и доходность потери ее стоимости, ну, учитывая инфляцию, то там я считал вообще 3%, это 2,5, 3,5. В лучшем случае это ты с аренды получаешь и так далее. А здесь ты получаешь 30%. Люди, конечно, будут вкладывать. Но есть сложности с порогом входа, конечно, потому что 4,5 миллиона – это очень крупная сумма. Это не 1,5, не 2. Ну, и все равно с нее зарабатываешь, правильно? Сколько его зарабатываешь? Ну, сколько вот… Всех волнуют деньги, особенно чужие очень часто. Вот сколько зарабатывает партнер «Пивко» в месяц? Партнер «Пивко»… Ну, есть партнеры, которые миллион в месяц зарабатывают. Есть партнеры, которые больше зарабатывают. Есть средние… Ну, если говорить на одну торговую точку в среднем, то… Ну, давай возьмем 30% роя, там с 4,5, ну что там… Сколько получится? 1,2 миллиона, 1,4 миллиона в год – это даже ниже 30%. Это нормальный расчетный показатель. У нас же есть еще два вида франшизы. Франшиза, когда ты управляешь в операционной деятельности, там ты зарабатываешь чуть-чуть побольше, ну, если хорошо справляешься со своей задачей. На круг по среднему примерно одинаково. Есть смарт-франшиза умная. Это когда человек вкладывает деньги, и он решает какие-то задачи там… Ну, стратегии… Вообще, мы сделали такое счастье для… Ты еще не до конца услышал. Мы сделали счастье для предпринимателя. Я ходил, вошел там в Клуб 500, в разных бизнес-сообществах, и там вот предприниматели, особенно которые не очень высокого… Ну, как бы еще оборотов, да, они… Самое больное – это операционка. Это вот… У тебя магазин… Вот сегодня не пришел какой-то продавец, и ты занимаешься подбором продавца, потом там машина, потом там грузчик не вышел. Вот это вот… Мне хочется новые помещения искать, деньги привлекать. Еще душит операционка. И мы создали такую историю, как называется, управляющая компания. На сегодняшний день есть возможность войти в франшизу Smart, ты операционную деятельность отдаешь управляющей компании, а она забирает у тебя 25% чистой прибыли. Прикольно. Причем и минус… Минус делит тоже с тобой. Если магазин в минусе, она доплачивает 25%. Да. Реально доплачивает. Нормальная такая морковка для вас, знали? Конечно. И это для команды морковка. Потому что я говорю, ребята, мы не будем зарабатывать, значит, так сделать модель, чтобы… Значит, вы зарабатывали свои зарплаты, а ваш партнер не зарабатывал деньги. Нет. Он делает свою часть работы, он принимает стратегические решения. Да, мы ищем и прочитываем помещение, но договор он заключает сам, принимает решение сам. Да, мы помогаем подбирать персонал, но ответственность, он же заключает с ними договор о нами, несет сам. И это основная фланжиза, которая сейчас продается? Это не основная. Это сейчас 50%. При этом у нас основная сложность найти места, потому что нам нужно сеть консолидировать, чтобы покупатель ее узнавал. Я говорил, кейс очень классный. Сейчас мир изменился, и сети изменились тоже. Очень важно, чтобы магазинов классных было много, чтобы конечный покупатель ее отождествлял, и она была ценной. И вот у нас есть классный кейс, город Екатеринбург, Луначарского, такой не очень большой магазин, классный, аккуратный, чистый. И вот мы геоаналитику ставим по плотности, трафику, населению и так далее, и так далее. Считаем, допустим, в фирме этот магазин, и он будет там давать выручку 600 тысяч рублей. А в Екатеринбурге 4 миллиона. 4 миллиона. Там 600 тысяч рублей, а здесь 4 миллиона. Почему? Потому что в Екатеринбурге сеть пивко знают, и к ней очень позитивно относятся. Но самый главный вопрос, чему я лично радуюсь, у нас была задача, как сделать классный пивной магазин, который будут любить наши покупатели. И сейчас в Екатеринбурге, в Свердловской области, наши магазины, которые действительно новые форматы, классные, их очень сильно любит потребитель. И вот, знаешь, бизнес такой, ты ковыряешь, 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 складываешь модель, делаешь, решаешь сложные задачи, и наступает момент, когда ты готов к масштабированию, когда модель сложилась. Вот мы сейчас находимся в этой ситуации, и это такой внутренний драйв, когда ты, блин, когда у тебя, ну вот, запас мощности, ты ее набрал, у тебя только дорога вперед. Но есть ограничивающие факторы, нужно расти кустами и находить место. Вот сейчас, если мы находим классное место, у нас устраивается очередь из желающих, она стоит, которые готовы стать партнером. Угу. Угу. Смотри, ты очень прикольно мысль поднялся, надо уже финалиться. А ты сказал, что, ну, компания «Пивкова» с 2008 года, там, 14 лет, 13 лет, ну, короче, много уже лет, да, и ты через 13 лет бизнеса такой, сидишь, рыжешь с горящими глазами, напротив меня такой, надо вот сейчас дальше, мы на пороге развития, как бы, откуда? Вот это твое какое-то переосмысление в бизнесе? Или вот ты прям глубоко в операционке? Ты прям глубоко в операционке? Смотря что назвать операционкой. Я тебя же… Я глубоко в бизнесе, да, но я вообще не в операционке. Ладно. Ты глубоко в бизнесе, соответственно, и у тебя горят глаза. Почему? Как ты думаешь? Это завязано на базовые моменты, это более расширенный диалог, который можно, вот ты знаешь, можно сесть, и мне, наверное, есть чем в свои 42 года поделиться, как бы, с мужиками. Ну, такой мужской разговор можно сделать, да, такой мужик с мужиком, просто вот поговорить по-мужски. Может быть, это, кстати, имеет смысл сделать. Я думаю, я тоже про ценность, про пользу, и это принесет многим для мужиков. Есть Владимир Тарасов, я очень сильно, я очень сильно рекомендую почитать очень легкую книжку, которая называется «Книга для героев». «Книга для героев», да. Потому что в ней собрано много мудрости из «Сюнцзы», «Искусство ведения войны», древнекитайский трактат. Так вот, «Сюнцзы», ввиду так, как у меня военное прошлое, это как бы я для себя решил, что я должен эту книгу прочитать и понять, и я ее первый раз прочитал в 21 год. Угу. Я тебе сейчас скажу, не понял вообще ничего. Я на силе воли ее дочитал, не понял вообще ничего. В следующий раз прочитал в 33, и уже понял половину. В следующий раз я прочитал ее в 40, понял 70 процентов. К сожалению, моему до книги Владимира Тарасова я дошел только в 41. И там очень понятным языком расписана. Мысль очень простая. Если у тебя впереди есть цели, и если ты видишь впереди, куда ты идешь, то ты личность, у которой самое лучшее впереди, и ты сегодня молодой, полон энергии, и у тебя интересная, классная жизнь. Если же все лучшее, что у тебя было, это позади, это пройденный этап, то ты кислый помидор. Офигенно. Офигенно. Кирилл, мы замечательно с тобой проговорили почти уже два часа. Мне кажется, говорить мы можем с тобой практически бесконечно. Мне было безумно приятно, соответственно, переосмыслить. Я надеюсь, что предприниматели посвятили какие-то важные, крутые моменты. У меня осталось два коротких вопроса тебе, соответственно, чтобы мы зафиналили. Постарайся максимально коротко и тезисно ответить. Вопрос первый, который я задаю всем владельцам франшизы. Какую бы франшизу купил сам Кирилл, только если не твоя франшиза? Какую? На сегодняшний день? Да. Дода Пицца. Окей, почему два-три тезиса? Потому что мне очень интересна их технология для того, чтобы реализовать это в Italian Pizza. Ясно. Хорошая идея копирует это. Раз, соответственно. И второе? На самом деле мне и команда нравится, и их заслуги. И я искренне, к сожалению, не знаком с Федором Вчинниковым. Может быть, предоставится возможность встретиться. Я искренне восхищаюсь командой и искренне уважаю. Вторая франшиза, я думаю, что это, наверное, «Жизнь март», «Зайченко». Тоже еще пока не знакомый, но надо познакомиться. Все, в одном городе не доедем. Он в Дубае сейчас. Хочется сказать. Да. Ну вот, вторая тоже молодцы. Большие. С командой уже знакомимся. Периодически. Вот это два проекта. И финальный мой вопрос, который я задаю всем предпринимателям. Топ-3 твоих внутренних качеств. Почему ты предприниматель? Буду загибать пальцы. Первая – это очень большой и сильный стимул безопасности и лучшей жизни своим близким. Раз. Вторая – я мечтатель. Два. Третья – я мужчина, которому хочется реализоваться. Три. Спасибо большое. С нами был Кирилл Кузьминский. Сеть «Писко». Кирилл, спасибо большое. Спасибо.